Я нашел одну из самых перспективных и прибыльных таповок в интернете на данный момент. Вполне возможно, эта игра будет намного круче и эффективнее, чем Хамстер Комбат. И самое интересное, что о ней прямо сейчас мало кто говорит. Поэтому этот видеоролик смотри до самого конца и не теряй свой шанс. Потому что ведь известно, кто залетает в темку первым, получает самый наибольший профиль. Сегодня мы поговорим о том, кто же создал Хомяка. Кто стоит за самой хайповой игрой 2024 года? Я тщательно изучил эту тему и собрал все факты, домыслы, пасхалки, теории воедино. И готов с уверенностью в 99,9% заявить, что за Хомяком стоит никто иной, как дур. Да, я сам в шоке, но все указывает именно на этого человека. Именно он стоит за Хомяком. Сейчас все тебе, братик, расскажу. И да, не забывай залетать в мою телегу. Все полезности по Хомстер Комбату и другим прибыльным темам я выкладываю именно так. Ну а если ты на этот видеоролик зашел чисто ради комбо-карточек, я напоминаю, они также публикуются в Телеграме. Начнем мы с игры. Эта игра, я лично считаю, одна из самых перспективных на рынке. У нее реально есть все задатки стать одной из самых прибыльных таповок, которые обгонят и Notcoin, и Хомстер Комбат. Я лично в этот проект верю. Нашел я его совершенно случайно, и мне честно непонятно, почему до сих пор ни один блогер о нем подробно не рассказал. По сути, это точно такая же таповка, как Notcoin или Хомстер Комбат, где ты просто тапаешь на экран, собираешь монетки, а потом, когда монета выходит в листинг, пожинаешь плоды и продаешь ее на бирже и наживаешься на этом. Но есть здесь одна очень интересная особенность, которая изначально привлекла меня в этот проект. Это бои. Здесь можно покупать различных питомцев, как покемонов, улучшать их и сражаться с другими игроками. Здесь реализован PvP режим. Как это происходит? Вот, игра ищет среди тех, кто находится онлайн, других игроков, и вы с ними сражаетесь. Тапайте на нужную область. Вот она здесь появляется. Сражаетесь с другим персонажем, пытаетесь его победить. Сейчас я его побежду и дорасскажу вам. Ай, хорош. Благодаря этому геймплею мне эта игра и понравилась изначально. Но это далеко не все ее заслуги, ребят. Во-первых, у игры, в отличие от Хамстер Комбата, есть бэкграунд. За разработку этого проекта отвечает Binance, что уже как бы орет нам. Ребята, не проходите мимо, это проект крутой. Далее, так как тема абсолютно новая, свежая, в нее еще мало кто играет. И вы можете быть буквально в числе первых, кто сюда зайдет и что-то с этого поимеет. После того, как вы собрали монетки, вы прокачиваете собственного питомца. Повышаете ему уровень, становитесь сильнее. Если вам питомец надоел, вы можете пойти на рынок и купить за 10 тысяч монет нового питомца. Который вам выпадает здесь как дроп из кейса. Вы не знаете, кто там будет. Нажимаете, вот мне выпал какой-то робот, я его забираю. И я могу выбирать, каким питомцем я буду играть в следующем PvP. Это очень увлекательно, это реально прикольно. По геймплейной части игра очень интересная. Особенно, если вы любите PvP режимы в играх. Далее, у игры есть очень интересная особенность. Вам не нужно заходить как в хомяке каждые 3 часа и тапать по экрану. Вы можете просто нажать одну кнопку и она соберет все доступные вам монеты. Буквально за секунду. Вот я нажал, все монеты у меня уже на счету. Заходите так несколько раз в день, фармите монетки. А потом, когда монета появляется на бирже, сливаете все, что накопили за это время. Повторяю, приложение абсолютно свежее. О нем еще мало кто знает. Мы буквально с вами находимся в первых рядах, кто сюда зайдет. Ссылочку я оставил в описании, в закрепленном комментарии. Обязательно заходите, играйте. Можно играть через бота в Телеграме. Можно играть с ПК, что тоже очень удобно. Короче, рекомендую. Прям всеми руками говорю. Это стрельнет. Поверьте мне. Чуйка меня еще ни разу не подводила. Ну, а теперь возвращаемся к Павлу Дурову. Почему я считаю, что именно этот человек стоит за Хамстер Комбатом? Сразу же довожу до вашего сведения, что это не стопроцентное утверждение. Это скорее конспирологическая теория. Которая я пришел просто однажды гуляя по лесу. О чем, собственно, в своем Телеграме своим подписчикам и рассказал. И многие из них тогда попросили меня снять отдельные видеороли. Потому что им это показалось очень удивительным. И вот, собственно, я его снимаю. Слушайте внимательно. И потом напишите в комментариях. Согласны со мной или не согласны? Будет честно, очень интересно ваше мнение прочесть. Во-первых, начнем с того, что я на все 100% уверен, что за этой игрой стоят русские ребята. На это указывает как минимум то, что игра очень популярна на территории нашей страны. И странах СНГ, где люди говорят на русском языке. Во-вторых, вся эта игра является одним большим рофом. Игра называется «Схватка хомяков». Хомяками называют людей «новичков», которые пришли на биржу, не зная, что как тут устроено. Подобных больше ни в одной стране мира хомяками не называют. Это рофельное прозвище и фраза «брить хомяков» зародилась именно на территории нашей страны. И вот как минимум эти два довода указывают нам на национальность. Идем далее. Не знаю, замечали вы или нет, но в наших реферальных ссылках, которыми мы спамим где только можем, скрывается очень интересное слово, которым в русском языке называют «друзей». Это «кент». Да, вот оно, «кент-айди», что в дословно переводится «айди твоего кента». В какой еще стране друзей называют кентами? Это буквально еще один рофл, который вшит в игру. А как нам известно, Паша Дуров рофлы очень сильно любит. Он тот еще рофлер, его хлебом не кормит, дай зарофлить. Помните, как на своем интервью он на задний фон два стула поставил, на котором пики точеные и... вы поняли. Кстати, эта карточка также есть в игре, вот она. И вот эта пасхалочка с двумя стульями, это прямая отсылка к блатной романтике. Паша Дуров блатную романтику любит. Я прекрасно помню, как Паша Дуров бустил игру про тюрягу. Помните такую? Она очень хайповала ВКонтакте, Паша Дуров был буквально ее фанатом. Поэтому совсем не удивительно, что собственных рефералов в этой игре мы называем именно так. Все эти мемы, шутки Паша очень сильно любит. Он не раз угорал на собственной аудитории. На 1 апреля он постоянно постит мемы. Как-то раз он даже себя в Талибана переодел и расфорсил это по всему интернету, потому что ему показалось это смешно. А однажды, когда он еще жил в Санкт-Петербурге, он из окон штаба квартиры ВКонтакте раскидывался пятитысячными купюрами, что тоже казалось ему очень смешным увлечением. Ну или как он выкинул телефон Дани Кашина с балкона. Все это нам как бы указывает на то, что Паша Дуров тот еще рофлер. Он любит все эти шутки, юмор, чего очень много в игре про хомяков. Если вы будете ее изучать вдоль и поперек, вы увидите очень много прикольных ржатьных карточек, каких-то фразочек мемных, пасхалок, в которых здесь просто пруд пруди. А как известно, Павел Дуров любит эти пасхалки, он не раз их оставлял. Ну и давайте не будем забывать, что Хамстер Комбат буквально за короткий срок, за несколько дней, стала одной из самых популярных игр в интернете. Телеграм-канал уже насчитывает больше 20 миллионов подписчиков, что автоматически делает его самым популярным в мире. Ну кто, как не основатель Телеграма, имеет все средства, чтобы это воплотить в реальность и забусить нонейм-канал от нонейм-разработчиков до таких масштабов? Вы видели хоть где-то рекламу Хамстер Комбата? Чтобы какие-то блогеры ее рекламировали, чтобы таргетированная реклама у вас где-то всплывала? Нет, рекламы не было, оно запортилось буквально автоматически. Просто по щелчку пальцев появился какой-то Хамстер Комбат, и на это подсела вся страна. Ну у кого, как не у Паши Дурова, есть такие возможности, чтобы это воплотить? И не забывайте, разрабы, нонеймы, о них ничего не известно. Кто они, откуда, что они делали до этого, чем они занимаются? Но тем не менее, откуда-то у этих людей есть деньги, чтобы поставить логотипы всех актуальных бирж в игру? А это, на секундочку, стоит безумно дорого. В эту игру прямо сейчас вливается огромнейшее количество денег. Откуда этим деньгам взяться у нонейм-разрабов, о которых вообще ничего не известно? Давайте просто вспомним, что Павел в кранем интервью говорил. У него на счету прямо сейчас сотни миллионов баксов, которые он не тратит. И они лежат просто у него мертвым грузом. Что-то мне подсказывает, что пару монеток этого груза он влил в маркетинг Хамстер Комбата. Ну и камон, вы хоть один пост от Паши Дурова про Хамстер Комбат читали? Я тоже нет, потому что ничего он про это не писал. В Телеграме регистрируются миллионы новых пользователей. Игра на диком хайпе. А Паша Дуров делает вид, что ничего не замечает. До веса, давайте вспомним интервью Паши, которое он давал на каком-то мероприятии, посвященном блокчейну и криптовалюте. Там он заявил, что совсем скоро его валюта Нон и Нот стрельнут и будут обсуждаться всем миром. Что монета хайпанет, она возрастет в цене, что это будет настоящий прорыв. И буквально спустя месяц после этого интервью появляется Хамстер Комбат. Который буквально бустит тонны Ноткоины и уводит в стратосферу. Вы верите в такие совпадения, друзья? Я лично не верю. Как Паша и говорил, бустится будет всё. Летом о Тоне узнают. Вот об этом все и узнают. Благодаря хайпу Хамстер Комбата курс Ноткоина уходит в небеса. Хамстер Комбат идеальная реклама площадки и монеты Павла Дурова. Бустится тонн, люди открывают массово кошельки, регистрируются на биржах, происходит настоящий взрыв. Атас, даже бабушки и дедушки начинают интересоваться криптой. Пророчество великого Павла Дурова начинает сбываться. Плюс давайте посмотрим на саму игру. Она очень сильно по геймплею и по принципу работы похожа на ранее популярный ВК Коин. Это буквально одна и та же игра. Посмотрите как игра выглядит, посмотрите на эти карточки. Но только дурак не увидит схожие с тем, что они безумно похожи на старые обновления ВК. Когда Павел рулил ВК, он каждый месяц после обновлений выкатывал 9 карточек себе на стену. Карточки очень сильно похожи на то, что мы видим в Хамстер Комбате. По игре буквально читается, что она дорогая. С невооруженным глазом видно, что над игрой работают настоящие профессионалы. Очень крутые художники и маркетологи. Эти люди буквально подсадили на цифровую иглу всю нашу страну. К слову о команде, я вам лишь напомню, что на протяжении крайних двух лет Павел Дуров не раз устраивал конкурсы. В которых среди тысячи пользователей Телеграма искал очень крутых художников и маркетологов, которые в теме шарят. И вот он их нашел, и они вместе сделали настоящий бум. И я не знаю, какие вам еще доводы нужны, но что-то мне подсказывает, что Хамстер Комбат это просто огромная пиар-машина. Которую Павел Дуров завел и отправил вас в Айси. И она сейчас рвет и мечет. Она просто хайпует, будь здоров. Я никогда в жизни не поверю, что подобное по силу создать каким-то начинающим разрабам. Пишите в комментариях, что думаете по поводу этого. Мне честно будет искренне интересно прочесть ваше мнение. Павел Дуров это настоящий гений. Если это смотришь, по-братски, мой Телеграм-канал в описании, ссылка есть. Если я оказался прав, закинь мне парочку бустов, чтобы я сторизы мог пилить. Ну реально не хватает, блин. Павел, я большой ваш фанат. Ребят, в комментариях пишите, что думаете по поводу этой моей интересной конспирологической теории. Мне будет реально интересно прочесть. Ставьте пальчик вверх, если ролик вам понравился. Если пара интересных мыслишек в вашей голове родились. Если в хомяка играете, тоже лайк ставьте. И подписывайтесь на мой канал, если до сих пор на него не подписаны. Контент стараюсь делать каждый день. По вечерам у нас каждый день стримы. Залетайте туда, у нас там лампово, интересно и полезно. Ссылочка на новую таповку, напоминаю, есть тоже в описании. Будьте первыми, я в проект верю. Играйте, развивайтесь, зарабатывайте. Ну а с вами был, как всегда, начинающий темщик, отец Евген. Увидимся на стриме. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok